Ну что, мы с вами смотрим дальше, что же у нас еще тут есть, что у нас там дальше нужно делать. Давайте я вам покажу, что пока что получается. Вот такая вот красотень. Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами сделаем слайм-коктейль лайки. Ко мне пришла идея после того, как я делала слайм обычной лайки, такой в плоском контейнере. Я думаю, что вы все видели это видео, а если еще не видели, то зайдите на мой канал и посмотрите. Ко мне пришла идея взять абсолютно другую идею, но тоже, что по нас связано было с лайки. Будет тоже мерч лайки. Думаю, должно будет получиться прикольно. Если вы еще не поняли, какой слайм, какой лайки, какой коктейль, вообще что происходит, то смотрите дальше это видео и никуда не переключайтесь. А перед началом еще не забудьте подписаться на мой канал, если до сих пор не подписан, а также активировать колокольчик, который еще до сих пор у себя, видимо, не активирован. А теперь начинаем! У меня прямо сейчас родилась идея, когда я увидела пену для бритья. Я взяла вот такой вот стакан, самый обычный. И сейчас мы с вами сделаем коктейль лайки. Ну, конечно, это будет не съедобный коктейль, это все-таки будет слайм все равно. Но выглядит, я думаю, очень аппетитно, если я не накосячу. Так, первое, что я буду делать, это... Вот, берем чистый стаканчик, и туда на низ нужно будет как-то пену для бритья залить. Аккуратненько, главное, это все сделать, чтобы... Чтобы не размазюкивалось по стенкам. Да, вот именно вот так вот нам нужно было. Так, сейчас это все как-нибудь там ложкой пропихну. Типа такого вот нам нужно. Вот, вот так это выглядит. Дальше я беру тоже слайм прозрачный. Его нам нужно тоже окрасить. Я этот слайм разделю на четыре сейчас равные части. Сначала на две, потом эти две еще на две. Вот. И тоже их так же окрашиваем, но тут уже можно не так сильно прям за цветом беспокоиться. Но все равно нужно сделать их максимально похожими. Просто я уже знаю, как их делать. Так, начну с розового. Его делать проще всего. И сразу же не будем тянуть время. Я беру это все и вот так вот закляливаю в наш стаканчик. Причем закладываю так и жду, когда оно все стекет. Красивенько так. Оно там пока что пустякает. Там пока что окрасим следующие кусочки. То есть получится что-то по типу горного слайма. Ну, не совсем, конечно, горный, но все же. Так, этот пусть будет у нас на две равные части тоже. И фиолетовые разные оттенки окрасим. Так, фиолетовый тоже уже окрашен. Давайте посмотрим пока что тут у нас получается. Смотрите, какая красотень. Вау! Мне нравится. Дальше оранжевый. Вот и оранжевый готов. А мы пока что можем еще сейчас залить следующий слой пены. Так. И вот так вот пропихнуть как-нибудь. Ну, типа вот такого. Так, вот так я это все сделала. И следом я заливаю, наверное, фиолетовый. Почему нет? Мне кажется, что шикарно это все выглядит уже. Хотя это станет еще красивее, я думаю, надеюсь. Так, и давайте пока что окрасим сразу еще желтый. Пока мы ждем, там снова должно все стекать. Это самое главное в этом, ну, в создании данного слайма, чтобы все красивенько стекло. Стекло! Я накосячила только что с желтым. Смотрите, он получился таким же, как и оранжевый. Что? Жесть. Значит, этот желтенький я сейчас заменю. Я, видимо, там совсем уж переборщила с красителем. Вот так вот добавим уже, чтобы точно желтенький хотя бы получился. Давайте посмотрим, что у нас сейчас уже выходит. Посмотрите. И я сейчас не буду заливать слой пены. Я добавлю сюда желтенький вот так вот. Немножечко его вот так вот пропихну внутрь. Вот так вот пальцем. И он будет стекать. Вот, но при том же нужно не чтобы он весь туда стек, а еще чтобы по сторонам тоже. Поэтому вот так вот закладываем и ждем-с. Ждем-с, ждем-с. Мне очень нравится то, что у нас получается. Вау! Очень прикольно. Слайм мне явно уже больше нравится, на самом деле, потому что просто идея необычная. Ну что, мы с вами смотрим дальше, что же у нас еще тут есть, что у нас там дальше нужно делать. Так, давайте я вам покажу, что пока что получается. Вот такая вот красотень. Ну, дальше мы заливаем немножечко слой пены. Примерно такой. Трамбовываем его. А теперь закладываем вот таким вот образом. Вот так вот кладем. Тут будет оранжевый. Тут будет желтый. Тут розовый. А тут фиолетовый. И пусть это все вот так вот теперь у нас стекает в самый низ. Должно быть красиво, по сути. Вот, я им немножечко помогу сразу, чтобы они побыстрее у нас стекали. Все, и ждем. Опять ждем. Ну что, ребята, давайте последние штрихи сейчас. Я это вот так вот все сверху заделаю. Главное сделать красочек. Главное, красин, пожалуйста, не накросячь. Аккуратно, медленно. Так. Угу. Так, мы с вами сделали вот такую вот верхушку. Здесь есть хорошо. Я сняла вот так вот пальцем верхушку, чтобы получился такой вот ровный слой. Теперь мне надо сейчас за кадром сделать все очень красиво, чтобы была реально такая вот прям пеночка, как взбитые сливки, но сначала я сделала вот так вот, конечно же, немножечко опять. Так, вот в другую сторону положу, например, вот желтенький сюда. Оранжевый можно сюда положить. Кладу вот такими вот шариками. Пупочками. И фиолетовый сюда. Все. А теперь за кадром быстренько сделаю красиво взбитые сливки, как будто бы. Тоже из пены. Ребят, я, короче, поняла, что если я из пены еще сделаю взбитые сливки, это будет не так интересно, поэтому я передумала делать взбитые сливки из пены. Я их сделаю из глины белой. У меня уже, конечно, все руки в пене и в слайме. Ну, неважно. Так, я взяла глину. Делаем из нее вот так. Ну, вот так вот ее как бы делаем. И теперь надо будет слепить красивые взбитые сливки. Я даже возьму, наверное, побольше кусочек. Так, я, наверное, слеплю отдельно эти взбитые сливки. Посмотрите на это. Это гигант просто. Это выглядит очень красиво. Посмотрите. Вот такая вот красота. Просто посмотрите на это. Мне, честно говоря, очень нравится. Он, конечно, больше такой белый, но поэтому там так красиво контрастируют эти цвета лайкерские. Так, и теперь украшение на взбитых сливках. Это будет у нас различные посыпочки. Для начала я возьму стекалмерс с оранжевыми блестками и сделаю как будто сироп. Какого вкуса этот будет сироп, пишите в комментариях. О, какая прелесть. Посмотрите. Так, дальше что мы делаем? Дальше у меня есть три вида вот таких вот конфеток. Фиолетовый, желтый и розовый. То есть оранжевый цвет у нас уже задействован как сироп, а конфетки будут вот других цветочков, цветов, цветочков. Итак, главное красиво это все засыпать. Сначала фиолетовый, почему бы и нет. Я считаю, отличный дизайн для милкшейка. Вам как он? Дальше идут и желтенькие. И наконец-таки розовые. Мне так нравится, блин. Это очень круто выглядит, посмотрите. Посмотрите на эту молоту. Я считаю, что я только что сделала шедевр. Извините, у меня, конечно, оно так и есть. А вот смешивать этот чудесный милкшейк я буду только у себя в своем лайке-аккаунте, потому что, во-первых, мне нужно, чтобы это все еще больше смешало, чтобы было еще красивее, поэтому увидите результат именно там. А во-вторых, ну потому что это все-таки лайкерский коктейль такой, поэтому его можно смотреть только в лайке. Я уже сама, честно говоря, хочу это перемешать, но потерплю немножечко, чтобы это стало еще более красивее. Ну что ж, вот такой коктейль лайки у нас с вами сегодня получился. Мне он очень нравится. И ждите, конечно же, смешивания этого коктейля у меня в лайке-аккаунте. Я бы вам с радостью его и тут показала, но просто тут надо будет ждать долгое время. Я просто не успею тогда для вас снять это видео. Ну что ж, на этом это видео подходит к концу. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И если это так, то не забудьте его обязательно оценить пальчиком вверх, подписаться на мой канал, если до сих пор не подписан. А также не забудь, что есть другие соцсети. Конечно же, лайки и инстаграм. А ссылочки на них есть в описании. Я вас всех очень сильно люблю, целую, обожаю, обнимаю. Знайте, что вы просто самые крутые подписчики в этом мире. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...